Всем привет! Меня зовут Катя Коровина, я работаю гидом на вне трассовых маршрутах. Мы все знаем, что фрирайд и скейтур это занятия, связанные с определенным риском. В одном из предыдущих роликов я уже вкратце рассказала о тех опасностях, которые могут нас подстерегать при катании вне трасс. В данном видео я хотела бы сказать буквально пару слов о катании с гидом. И говорю я сейчас не потому, что я сама работаю гидом и не в качестве рекламы, а потому что действительно, если вы хотите кататься вне трасс, одному это делать совершенно точно не стоит. Я бы порекомендовала всем, кто начинает и всем, кто продолжает кататься вне трасс, кататься именно в группе с гидом. И здесь есть несколько преимуществ. Самое первое и самое главное, гид обеспечит вам безопасность. Это самое главное, что должен сделать гид. Второе, гид может вас провести по тем маршрутам, которые вы не знаете, или по тем маршрутам, куда вы боитесь справедливо, разумно боитесь ехать в одиночестве. И, скорее всего, гид сможет найти для вас нетронутый снег, ну, как минимум, интересный рельеф. Это второе. И третье, практически любой гид, хороший, добрый гид, всегда сможет вам дать какие-то рекомендации, подсказки касательно техники и вообще какие-то теоретические основы фрирайда, какие-то знания о лавинах, о чтении рельефа. Это тоже будет очень полезно. Поэтому катание с гидом, оно и более безопасное, и более интересное, и более эффективное. Поэтому я возьму на себя смелость утверждать, что катание с гидом, оно и более безопасное, и более интересное, и более эффективное с точки зрения развития вашей внетрассовой техники катания. если мы говорим о катании в группе с гидом то тут есть несколько простых правил правило номер один всегда слушать вашего гида внимательно и строго выполнять те указания которые вам вам дает это важно иначе гид не сможет обеспечивать вашу безопасность второй важный момент при собственно спуске никогда не заезжать и не останавливаться ниже гида гид обычно проезжает вперед и становится в какой-то безопасной и хорошо просматриваемые для вас точки когда вы к нему подъезжаете останавливаетесь либо перед гидом либо рядом но никак не за ним потому что гид сам всегда становится безопасном месте но дальше рельеф может быть небезопасен поэтому никогда не ниже гида остановка это было второе правило да третье раз уж вы пользуетесь услугами профессионала пользуетесь ими с комфортом по полной программе если вы чувствуете какой-то дискомфорт во время катания который связан либо с проблемами вашего снаряжения либо с проблемами физическими связаны с вашим телом вы чувствуете усталость или боль или может быть вы испытываете дискомфорт психологического характера никогда не молчите не терпите обязательно сообщите о том что у вас есть какая-то проблема гиду и я уверена что хороший гид в большинстве случаев сможет как-то облегчить вашу ситуацию как-то вам в этом помочь поэтому не молчите обязательно делитесь с гидом вашими ощущениями и где обязательно в том случае если что-то у вас не так также пару слов о взаимопомощи в группе если вы катаетесь в группе то вы не просто группа вы команда поэтому если вы видите что ваш товарищ нуждается в помощи например он упал ниже вас по склону него отстегнулась лыжа вы находитесь выше по склону конечно же нужно будет помочь и привести человеку потерянную лыжу точно также и наоборот люди которые катаются вместе с вами они в свою очередь также готовы оказать вам помощь и обеспечивают вашу безопасность в случае если не дай бог что-то случится несмотря на то что гид должен обеспечивать вашу безопасность тем не менее природные факторы никогда невозможно просчитать на все сто процентов тем более гид тоже человек поэтому пускай редко но какие-то инциденты вполне возможны то есть даже при катании с гидом абсолютно стопроцентной безопасности к сожалению вам гарантировать невозможно так вот если что-то случается то все помогают друг другу не только вы спасаете своих товарищей друзей но и они спасают вас если вдруг что-то происходит отсюда вытекает следующее правило что вы всегда всегда катаясь вне трасс должны иметь при себе полный комплект лавинного снаряжения о чем я уже говорила ранее в другом видео это бипер щуп лопата минимальная аптечка для оказания первой помощи буквально какие-то необходимые перевязочные средства почему потому что опять таки же группа эта команда где каждый участник поддерживает другого и готов использовать свои знания навыки и снаряжения для спасения остальных если вдруг что-то происходит и еще при катании в группе следует соблюдать дистанцию так чтобы это было комфортно и для вас самих и для тех кто катается с вами в одной группе иногда гид дает команду спускаться строго по одному иногда говорит что можно ехать всем одновременно в этом случае все равно выпускайте того кто едет перед вами и соблюдайте дистанцию на тот случай если вдруг человек перед вами упадет или что-то такое случится особенно это актуально в узких местах какие-то узкие проезды может быть пролазы в кустах какие-то траверсы где вы набираете скорость и впереди идущий человек может как-то вам помешать также это могут быть места где необходимо сделать прыжок или просто все прыгают ради собственного удовольствия убедитесь что человек который прыгал перед вами приземлил и уехал что иногда бывают случаи когда люди прыгают друг другу на голову ну и помимо этого в принципе было бы полезно установить некий порядок и очередность движения в группе чтобы не путаться и чтобы в вашем катании была какая-то упорядоченность чтобы все знали кто за кем едет поэтому еще раз ребята катайтесь безопасно катайтесь гидом и никогда не ездите туда где вы не знаете дороги